приветствую маши это исследователь небольшой обзор внутренностей планшета asus google nexus 7 lte там две версии есть вай файл ты и она смысла в вай фай не вижу версии потому что на улице нужен интернет когда хожу то есть только lte версию можно было кое-как данные передавать и быстренько посмотрим что внутри пришлось его открыть потому что перестал поворачиваться экран автоповорот сломался я думал прошивка слетела но нет потом интернет посмотрел люди пишут что шлейф вот это вот шлейф основной он просто он был совершенно новый здесь такие наклеечки сверху были никто не дергал а он некачественный у него контакты не латунные какие-то даже посеребренный как фольгой покрыты короче контакты просто отлетают в соединенном виде вот что происходит я открыл почистил я не знал как работают эти контакты никогда не сталкивался сейчас покажу вам и поплатился за это сильно близко я не могу приблизить это максимально так я приближаю уже нет фокуса так вот так вот сантиметров 10 до эту гребенку поднимать надо черную а сюда вставляется контакты они держатся на маленькой площади миллиметровой естественно потом отлетает но отлетает контакт вот здесь вот снизу это не свете контакт micro usb и он портится а сверху был почему-то нормальный я не понимаю даже чем связано они совершенно одинаковые вот такой же это шлейф порядке причем вот этот шлейф использует контакт вставной как бы он втыкается его тоже отодрал вставил почему нельзя здесь такой же использовать я не понимаю он мелкий и удобнее вставлять просто вверх дергаешь вверх вниз и здесь вы видите я потянул так что видно было рука дрожит немного вот здесь видите дергать надо белую полоску кверху но естественно потому что здесь контакт это дисплей вставляется а я потянул вот с этой стороны и такой тонкий пластик он отлетел а тут контакты причем два ряда еще контакты по моему только с этой стороны и сломал разъем фиг теперь починишь но кое-как он соединен я попытался пластик обратно приложить все наоборот сломалась а вот так в открытом видео он еще работает ужас вообще вот это вот разъем здесь пластик на меньше миллиметра ужас он зачем такой тонкий делать блин попался короче жалко он что-то еще работает ну таком виде надеюсь он еще поработает годик это разъем люди даже говорят роликах не трогайте шлейф этот разъем ну то есть трогайте очень осторожно с этой стороны поднимаем белая здесь выдергиваем что все работает ну и ну это просто невозможно он обязательно треснет вот здесь вот например так видно да сфокусировался я не дергал этот разъем а он немножко повредился вот в этой области приподнялся вот видите потому что здесь такой пластик приклеен и немножко к верху как бы я потянул и вот это вот тонкий тонкий пластик он начинает деформироваться чистой контакты сверху как раз не снизу даже контакты а сверху пластик просто как даже не бумага как ужасно как бог тоненькая тоненькая бумажка да это вот контакт я не дергал а он повредился вот в этом месте видите просто вообще эти разъемы дышать на них нельзя так что не лезьте либо какие-то мега специалисты должны лезть когда вставляете и кверху не поднимайте в бок двигайте вот это выглядит как-то покрепче что ли ну или мне так кажется так ну пока работает я почистил поворот заработал эта штучка отлетела пластик но работает закрою ужасная конструкция что я хотел сказать просто ужас зачем вот такой шлейф дурацкий использовать как я сказал надо использовать вот такие вот шлейфы по моему они надежные ужас да эти всякие контакты которые на крышку переходят они тоже естественно будут со временем отходить их целая куча здесь так планшет неплохой конечно сейчас он уже устаревает 2013 год это значит уже пять лет ему я критиковал фирму asus делает она все коряво ну попался он не потому что то что недорогой был за такую цену купил если тысяч пять в идеальном состоянии с нормальным аккумулятором вполне это можно использовать но как видите этот был в идеальном состоянии и у него шлейф отошел вот в этом месте хотя на нем была наклейка то есть его никто не дергал ну как бы проходит сколько когда он выпущен то на не в 13 может попозже не найдитесь дата производства проходит время и шлейф просто сам по себе отлетает ужас я думаю они специально делают такие разъемы которые в любом случае даже сами по себе от времени сломаются вот это разъемчик под sim карту так давайте тогда может еще конструкцию саму посмотрим две платы снизу сверху зачем они разнесены я не понял вот этими шлейфами дурацкими может быть эти шлейфы под аккумулятором надо было сделать чтобы легче сменить аккумулятор здесь контроллер не просто аккумулятор поменять но это какая-то известная история чтобы ты аккумулятор просто так не поменял разъемчик micro usb вроде закреплен нормально мне он пока не отлетает хотя конечно ненадежный micro usb здесь всякие антенны идут антенны снизу и сверху то есть вы когда руками хватаете я не помню какие где то вы перекрываете сигналы поэтому если разговариваете через интернет или через что-то сотовую сеть то руки просто не берите будет звук корежится и здесь как я понял есть даже антенка внешнюю можно подключить это я думаю сотовая антенка для сотовой связи для тестирования может в другое мне показалось что это антенна внешним подключить можно так это процессор и здесь такой радиатор отвода тепла медная пластинка на еще есть пластинка сейчас я покажу посмотрим крышку вот крышка так вот сделано динамик только с одной стороны для симметрии просто с другой стороны сделано фальшивые решетки глупость какая-то микрофон сбоку он я не мог найти где микрофон он вот тут вот находится видите с громкостью рядом то есть получается микрофон вот здесь сейчас покажу его вот это микрофон вот это такое странное место у микрофона посередине он помечен что ли я не пойму ну я проверял шуршал там пальцем да это именно он его рукой наверное люди перекрывают дегра инженерия только дегра инженерия существует они выпускают выпускают хлам меня смотрите про на топ и вечно перегревающиеся с тепловыделением 10 ватт ужас камера видите такая маленькая мега простенькая вспышки нету и даже нету места для нее хотя вспышка обязательно нужно потому что постоянно смазывается картинка из аналогов есть блин тоже самый asus по моему 580 кл какой-то номер не помню точно в общем 580 которого крышка сзади снимается я была тоже рассмотрел но пока он не попадал ко мне попал вот этот вот из этой серии вай-фай 3g литвиницы на более-менее нормальный ну как видите тоже с недостатками еще что хотел важное сказать здесь видите антенны все и подзарядки у меня нет зарядки беспроводной крышка очень тяжело снимается я не знаю как ее аккуратно вообще снять если получится снимайте аккуратно здесь вот у меня треснуло видите треснуло и здесь где наушники тоже треснуло а когда ты давишь дергаешь крышку у любого по ума треснет я не знаю как сделать чтобы не треснуло еще вот эти вот все контакты рассчитаны на то что она жесткая такая мега крышка но крышка мягкая то есть в итоге контакты начнут отходить она видите видите она гнется то есть ты дергаешь от основания крышку в итоге что-то у тебя отходит с такими контактами как я уже показал мега слабыми тут же еще и сам корпус он шевелится ну изгибается понимаете в итоге откроешь раз 5-10 не разлетится планшет побежишь покупать новый мне даже вот этот вот не особо охота менять если бы он нормально работал я бы ничего не трогал но пришлось его вскрыть аккумулятор еще пока живой но на этом все расстраивает как что-то как бы так получается и хорошо работает какие-то основные функции прошивки там я в чем смысл вообще этого планшета для меня я прошивки ставлю ланейджи чистые чистые прошивки гугловский root ставлю все зашибись а вот такие вот недоработки блин что просто он начинает ломаться может быть для меня как бы лекут бедняка что 5000 рублей я тут вожу с ним другой бы выкинул но тоже не вижу смысла бы что у меня там не пять лет у меня он около полугода не вижу смысла менять постоянно планшеты но и дорого получается в этом все нормально работает и не единственно лично для меня не хватает вай-фай и си ну что в роутере есть да везде есть и си это теперь а тут нету можно было бы файлы побыстрее передавать и вроде сам чипсет поддерживает и си они заблокировали что ли я не понял еще до конца эту историю но на этом все если ролик получился длинноватый я просто хотел рассказать всякие детали кому интересно я бы еще и дальше рассказывал на самом деле любителей железа компьютеров здесь какие-то такие наклеечки непонятные чего они делают я не знаю вот это радиатор охлаждение процессора это я понял вот эти вот наклеечки фиг поймешь ничего динамики типа большие но они херово они тихие они на полную выкручиваешь выглядит нормально на самом деле полная херня очень тихий и пока что фигня что-то зажалели как обычно на это пока все может быть я что-то еще такое случилось то еще что-нибудь про него расскажу всем пока подписывайтесь это был ролик про эффективный шлейф на который изначально завода идет дефективного всех он отваливается очередная хламина от asus и как бы я не выделял бы вас от всего этого азиатского дегра инженерии специально они делают хлам чтобы через год у вас разлетелось чтобы пять же купили очередной хлам они веселились делая вот эти вот разъемы которые если подуешь они разлетаются я именно вот этот вот разъемчик которого пластик черный отлетел не бил я его ногтем поддел и вот он вот так вот разлетелся всем пока подписывайтесь